Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Это видео будет долгим, нудным, поэтому оно не рекомендуется для людей, не интересующихся психологией. А те, кто действительно хотят узнать что-то новое о психологии, о настоящих секретах этой науки, не побоюсь этого слова, именно секретах, предлагаю набраться терпением. Буду говорить не торопясь, размеренно, попытаясь ничего не упустить из важного, то что хочу сказать. Это действительно уникальная вещь, это секрет секретов медицинских клинических психологов. И прошу меня простить, коллеги, кто наверняка, может быть, некоторые осудят меня за то, что я этот секрет открываю. Но уж очень это все интересно, и мне хочется по этому поводу высказаться, рассказать о своем собственном опыте использования данного инструмента. Речь идет о патопсихологической методике. Методика называется «60 слов». Вот именно такое у нее название. Возникла она в послевоенные годы, то есть после 1945-1950-е годы. Занималась этой методикой прежде всего Сусанна Яковлевна Рубинштейн, ну и ее коллега Блюма Вольфовна Зайгарник. Методика гениальна, она уникальна. И сейчас я расскажу, попробую, по крайней мере, рассказать об очень сложном явлении этой методики. Рассказать о том, что она диагностирует, как она диагностирует, для чего она нужна. И еще, возможно, о ряде интересных вещей. Уважаемые коллеги, конечно, вы знаете, что существуют три стороны мышления. Это операционная сторона мышления, динамическая сторона мышления и личностная сторона мышления. Существует еще четвертая сторона мышления, но о ней я сейчас говорить не буду. Она несколько стоит особняком. Важно, чтобы вы понимали и знали. Операционная, динамическая и личностная. Вот методика 60 слов, она прежде всего направлена, прежде всего, то есть основной ее акцент, это динамическая сторона мышления. В какой-то степени, в меньшем соотношении, это операционная сторона мышления. То есть она исследует динамику мыслительной деятельности и в некотором смысле затрагивает, естественно, затрагивает операционную сторону мышления с ее видами мышления, синтезом, анализом, сравнением, обобщением, абстрагированием и так далее. Но сейчас речь идет о динамике, динамике мыслительной деятельности. Инструкция к этой методике, куда же без нее, очень проста. Испытуемый где-то в кабинете, в клинике, как правило, вместе с клиническим психологом находится, представьте себе такую картину. И, соответственно, клинический психолог дает такую инструкцию. Сейчас будет проверяться скорость вашей речи. Я засеку время. Ваша задача, как можно быстрее произносить любые пришедшие вам в голову слова. Вот такая простая инструкция. Соответственно, методика действительно учитывает массу факторов, параметров и прежде всего время. Соответственно, специалист может демонстративно снять с руки часы или положить перед собой секундомер, как это было в 40-е и 50-е годы у Зайгарник. Или же включить секундомер на своем телефоне, якобы засекая время. Это действительно очень важно. Итак, дается подобная инструкция, как можно быстрее произнести 60 слов. Делается это достаточно демонстративно. Демонстративно испытуемый мотивируется на то, чтобы говорить как можно быстрее. И начинается эксперимент. Специалист говорит, начали. И человек начинает произносить какие-то слова. А, да. Иногда, вот классический вариант инструкции я привел. Иногда ее можно расширить и добавить следующие слова, следующую инструкцию. Попытайтесь ни в коем случае не произносить те слова, те предметы, которые вас, называть их, не называть их, которые вас окружают. Понятно, что дело происходит где-то в кабинете, в клинике. Не говорите, ни в коем случае говорится испытуемому такие слова, как стол, стул, окно, цветок, ручка, карандаш, бумага. То есть, испытуемому запрещается называть те слова, те предметы, по крайней мере, которые он может наблюдать вокруг себя. Это не обязательный момент, но тем не менее, иногда в некоторых ситуациях он полезный. Итак, засекается время, испытуемый начинает называть слова. Собака, кошка, птица, дерево, небо, земля, машина, выстрел, оружие, война, Путин. Ну и так далее. Одним словом, мышление устроено таким образом, что оно строится по принципу смысловых гнезд, так называемых. Обратите внимание, испытуемый начал говорить такие слова, как собака, кошка. Потом посмотрел за окно и увидел там птицу, птицу на фоне неба, услышал звук проезжающего автомобиля, выхлопной выстрел, будем так говорить, от этого автомобиля. Произнес слово выстрел и в дальнейшем перешел к нашему президенту. Ну и, собственно, дальше продолжает какие-то слова произносить. Все очень просто. То есть, есть некоторая закономерность в плане смысловых гнезд. То есть, смысловым гнездом является собака, кошка, птица, потом, значит, переход идет на небо, звук автомобиля, выхлопной газ, ну и, соответственно, выстрел ассоциация. Это все записывается специалистам. Прямо реально записываются слова собака, кошка, птица, небо, автомобиль, выхлоп, выстрел, ну и так далее. Это записывается и, соответственно, если между каждым из этих слов достаточно продолжительная пауза присутствует у испытуемого, то специалист молча ставит точки, засекая примерно то время посекундно, сколько длится эта пауза. То есть, между словами могут возникать паузы и специалист это фиксирует. Одну, две, три, четыре, пять, шесть, семь и так далее точек может поставить между, допустим, словом птица и небо или автомобиль. На самом деле все просто в каком плане? Фиксируется динамическая сторона мышления, темп мышления. Существует, некоторые специалисты выделяют девять, некоторые чуть более десятка нарушений мышления. Основных в психиатрии это очень подробно описано в специализированной литературе, но в конечном итоге все сводится к двум крайним полюсам. Это ускорение мышления или замедление мышления. Существуют, как я уже сказал, какие-то иные, да, значит, нарушения и так далее. Но основные два вот этих полюса. Ускорение или тахифрения и замедление или брадифрения. То есть темп мышления у человека может разниться в зависимости от того, в каком он состоянии находится. Прежде всего речь идет о болезненных сторонах его жизни. Ну или же это может быть просто, допустим, состояние усталости и так далее, утомления. Или наоборот активности после ночного отдыха человек. Быстро, активно говорит. Ускорение или замедление. Тахифрения или брадифрения. Смысловые гнезда в норме, как правило, носят размерность от 3 до 5-6 единиц слов. То есть вот в приведенном мною примере собака, кошка, птица. Потом человек переходит к слову небо. Вот это три слова собака, кошка, птица. Это некое одно смысловое гнездо. Затем идет от птицы он видит небо, поскольку смотрит за окно. Слышит звук автомобиля, проезжающего мимо больницы, клиники. И далее идет какой-то ассоциативный ряд. Специалист засекает время. Засекает интервалы между конкретными словами. Общее количество времени засекаемым специалистом не имеет абсолютно никакого значения. Но в среднем, примерно, этот тест продолжается в течение 1-3 минут. То есть специалист может, условно говоря, ему главное понять, в норме ли динамическая сторона мышления. Или же она ускоренная, или она замедленное мышление как таковое. И он, конечно, может это все остановить буквально через 15-20 секунд. Может минуту слушать о том, что человек говорит. Или же, допустим, удлинить эксперимент до 3-4-5 минут. Если мышление ускорено при маниакально-депрессивном психозе, человек может начинать петь. То есть он не соблюдает звуковые, смысловые гнезда. И начинает, допустим, не знаю, не приходит ни в голову, никакой пример. Предположим, говорить о птице. И вдруг начинает напевать песню Теревердиева из 17 динамений весны. То есть летят там журавли, у него ассоциация, это из моего личного примера. И он начинает петь эту песню. То есть мышление перескакивает с одного на другое, начиная там от собаки, кошки, птицы и так далее. И вдруг неожиданно испытуемый начинает петь, потому что у него ассоциация. Вот летят журавли, и он начинает эту песню петь. То есть перескакивает с одной мысли на другую. И у него настолько ускорено это мышление. То есть присутствует явление тахифрении. Он начинает или читать, декламировать стихи, или петь какую-то песенку, там, детскую, допустим, сиделку про кузнечика какого-нибудь, да, или про птицу. Ускоренность мышления приводит, часто начинают декламировать стихи. Почему? Не знаю. Ну, иногда поют, начинают петь испытуемые больные. Замедление, брадифрения, совершенно другое явление, когда мышление замедлено, торпидно, смысловые гнезда очень сильно увеличены, иногда достигают, там, 10-15 слов. То есть человек может, предположим, в своем ассоциативном ряду добраться, ну, к примеру, до кухни, до своего дома, там, до квартиры, и начать перечислять те предметы, которые находятся на его кухне. Вот это может продолжаться, там, 10-15 слов. Он там рассказывает о своих кастрюлях, поварешках, вилках и так далее, и так далее, и так далее. Это нормально. Но если человек застревает на каком-то явлении, на какой-то ассоциации, в частности, вот, проведенный пример с кухней, тоже недавний пример в моей практике, он перечисляет вообще все, что у него находится на этой кухне, на его кухне. Соответственно, тут присутствует уже личностный компонент мышления, сторона мышления личностная. Ну и, соответственно, мышление в этом смысле расценивается специалистом, как торпидное, замедленное мышление, застревающее. То есть и по качеству мыслительной деятельности, по операционной стороне это мышление замедлено, И по динамике мыслительной деятельности. Когда он застревает, говорит медленно и застревает на каком-то явлении, на каком-то смысловом гнезде. Методика уникальна. Это самая простая методика. Главное знать ее методологическую, теоретическую основу. Она не требует никаких особых инструментов, стимульного материала. Не требует в конце концов. Просто для специалиста это чистый лист бумаги, карандаш, ручка, которую он все это фиксирует на этом листе бумаги. Ставя там точки, засекая время, общее выполнение заданий, вот этих смысловых гнезд. Подсчитывая их, отчеркивая их вертикальными чертами. То есть переход фиксируется следующим образом. Собака, кошка, птица. Специалист понимает, что смысловое гнездо закончено. Оно нормально из трех единиц состоит. Он отчеркивает и человек переходит, значит, от птицы к небу, от неба к автомобилю. Как я уже привел в этом самом начале, в примере в этом. Потом слышит выхлопной выстрел, вот этот газ. И начинает какие-то другие ассоциации строить уже в совершенно другой области. Может вспомнить, допустим, военный фильм после этого. А где происходят какие-то боевые военные действия, связанные с выстрелами. Таким образом устроено наше мышление. Может быть я не очень наглядно продемонстрировал, но попытался вам рассказать о том, как действительно устроено наше мышление. 60 слов. Как можно быстрее произнести 60 слов дается задание человеку. И факторы, почему методикой качественной является. Она не использует особо каких-то математических методов. Ну, за исключением фиксации времени, собственно, смысловых гнезд. Она является исключительно качественной. Специалист сидит и внимательно слушает и фиксирует те результаты, те слова, которые произносит человек. Записывает эти слова, отчеркивает смысловые гнезда и отмечает моменты ускорения тахифрении или же замедления брадифрении мыслительной деятельности человека. Тем самым оценивается динамическая сторона мышления. Замедленность, торпидность или же тахифрении, ускоренность мыслительной деятельности человека. Уникальная, удивительная методика. 100% рабочая. И используя и зная эту методику, можно очень-очень многое узнать о человеке. Она проста и в рамках других каких-то методик патопсихологических и тестов, как то классификация, исключение предметов, ассоциативный эксперимент и ряда других методик, позволяет получить огромную развернутую картину о психической деятельности человека. Особенно она, конечно, любима в клинике, когда медицинские, клинические психологи практически на каждом экспериментальном психологическом исследовании, эпи, так называемом, используют и применяют эту методику в ряду других методик. Она сама по себе безинтересна, а вот именно когда это происходит в рамках общего экспериментально-психологического исследования, в рамках которого исследуется и операционная сторона мышления, обязательно, и с нее начинается все. И динамическая сторона мышления, и вот с помощью этой методики исследуется эта динамическая сторона мышления. И личностная сторона мышления, приведенная мною пример с кухней, допустим, для олигофрена, когда ему задаешь такой вопрос, и он застревает на смысловом гнезде и начинает перечислять свою кухню при отсутствии какой-либо фантазии, то есть примитивности устройства его мыслительной деятельности. Он застревает на этой кухне и начинает ее перечислять долгое время, произнеся что-то из того, что он видит на этой кухне. Таким образом происходит патопсихологический эксперимент. Исследуется операционная, динамическая, личностная сторона мышления. При каждом заболевании, при каждом, маниакально-депрессивный психоз, понятно, ускоренность мышления, тахифрения, при органических нарушениях, брадифрении, замедленности мышления, торпидности мыслительных процессов. В литературе специализированной все это описано. В частности, Узе Игарник, Рубинштейн и так далее. Поэтому, зная теорию и вооружившись листочком А4 и ручкой, карандашом, проведя вот такое несложное экспериментально-психологическое исследование, можно узнать очень многое. Не нужно никаких сложностей с тестами ММПИ, КТЛ и так далее. Методика 60 слов. Просто, ясно, понятно, легко запомнить. И очень-очень-очень-очень сильно информативно. Благодарю вас, уважаемые коллеги или просто видеослушатели моего канала за то, что досмотрели это видео до конца. Вы знаете, что я много рассказываю о разных методиках, разных их сторонах, аспектах. И я надеюсь, что и в дальнейшем я продолжу вам рассказывать о интересных вещах из мира настоящего, мира психологии. Не той психологии, где люди пасцами, руками разводят. Или занимаясь какими-нибудь психодинамическими вещами в рамках психологии Адлера, Юнга, Фрейда, Фройда или Пизишкиана. А именно, настоящая, скрытая от широкого, от широких слоев населения, настоящая клиническая патопсихологическая психология. Настоящая. Вот это настоящая на своих экранах. Вы сейчас видите настоящую психологию, а не всякие там пизишкианы. Прошу меня простить, уж больно на одно слово похоже. Нехорошее. Это шутка. Поэтому, уважаемые видеослушатели, задавайте вопросы под этим видео, ставьте лайки обязательно. Канал у нас не монетизируется, но мне будет очень приятно, если вы будете отмечать мою работу хотя бы лайками. В дальнейшем, как я уже сказал, я надеюсь, буду рассказывать и показывать о не менее интересных методиках. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok